То изначально было как бы нормой 40-дневные разгрузочные промежутки делать, да, а питание было, естественно, питание было, это, как я вам уже говорила, оно было интуитивным, то есть это что-то было минимальное и редко и в малых количествах. То есть человек в принципе может существовать без жидкости и без пищи, но так как в определенный момент произошло вот это вот, потеря ценности, наверное, это неправильно звучит, как бы сказать правильно. В общем, в определенный момент произошел перекос нашего аватара, причем генетический перекос. И началось у людей вот это вот как бы за себя, я за себя, то есть не я есть все, а я на себя, вот это вот перетягивание одеяла. И чтобы убрать вот эти вот глобальные функции нашего аватара, нужно было как-то эту систему, нервную систему усыпить в прямом смысле. И тогда, именно тогда ввели в нашу жизнь, потихонечку начали вводить определенную еду, чтобы эта еда вызывала сон. Сон нужен был для того, чтобы вообще в принципе функционал нашего организма в течение сна выводил то, что мы наели. Для этого нужен был сон. Когда наступал сон, нервная система, она останавливалась, вот этот вот процесс перерабатывания, так скажем, процесс регенерации волнового процесса, энергетически волнового процесса. Он останавливался, вот, и когда он останавливался, тогда функционал нашего аватара, он снижался. И с течением нескольких десятилетий, тысячелетий даже я бы сказала, этот функционал практически ушел. То есть мы сейчас, для нас сейчас кажется, ой, это энергопрактика, ой, это чувство такое, посмотри, какие у него руки, у него просто, и сразу же чувствуется, что там сила в руках есть. Это такой минимальный функционал, который есть у нас, которому мы радуемся. Что если бы у нас открылась память и вспомнилась, вот у кого открылась память, они, конечно, они понимают, о чем идет речь. И очень часто об этом не говорят, потому что это сказать не все готовы в это поверить. То есть мозг будет отрицать эту информацию. И сон – это как раз побочка нервной системы. То есть это когда каким-либо способом пытаются приостановить нервную систему, чтобы обесточить наш аватар. Нервная система – это ток нашего аватара. Чтобы обесточить наш аватар, самым простым способом обесточить наш аватар – это через сон во сне. Нервная система, она успокаивается. Она уходит на задний пласт. Весь вибрационный, энергетический вибрационный, вибрационную структуру, она как бы так в пары спускает. И мы начинаем как бы отдыхать от того, что происходит.